Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет, на котором мы с вами встречаемся для того, чтобы глубже проникать в смысл Священного Писания, сегодня вашему вниманию хочется предложить размышление на такую тему, что такое окамененное нечувствие, что это вообще за состояние, почему это состояние иногда приходит к верующему человеку. И более того, на основании текста Священного Писания, который я сейчас вам зачитаю, вы увидите, что даже святые апостолы Христовы до дня Пятидесятницы, когда они, несмотря на то, что они постоянно были с Господом, постоянно слышали из его уст божественные учения, слышали притчи о Царстве Небесном, видели множество чудес, которые творил Бога-человек, Спаситель мира, Христос, и даже у них наблюдалось такое явление. Это очень важно нам всем задуматься, что это за состояние, каковы его причины, как с этим состоянием бороться. Зачитаю вам из Евангелия от Марка, из 6 главы, 45 стих и далее. Тотчас понудил, это произошло после того, когда Господь, преломив 5 хлебов и 2 рыбы, накормил великое множество людей, так что собрали остатков от рыб 12 полных коробов, евших было около 5000 мужей. То есть после такого явного чуда, потрясающего просто, которое, ну, казалось бы, не могло изгладиться из памяти, поразило всех. Тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправились вперед на другую сторону Вифсаиду, пока он отпустит народ. И отпустив их, народ пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. «Увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». То есть обратите внимание, после умножения хлебов и напитания 5000 человек, после явного чуда, которое и в память учеников наверняка должно было остаться надолго и поразить всех окружающих, «Господь их отпускает, они плывут по морю, противный ветер, и в четвертую стражу ночи, это уже почти накануне утра, Господь двигается по воде, хотел мимо них пройти, но они, увидев его, увидев его, удущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались». Ну, испуг, в общем-то, по-человечески понятен, да, когда видят нечто, и глазам предстает то, что выходит за рамки обычного человеческого бытия, потому что, ну, непривычно, согласитесь, увидеть человеческую фигуру, идущую по глади воды, да еще ночью, да еще во время такого колебания стихии. «И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окамененно». И вот, собственно, на вот это место и хочется ваше внимание обратить, дорогие друзья. Казалось бы, апостолы, которые до этого, совсем недавно, из причистых рук Спасителя брали куски хлеба и рыбы, которые Господь благословил, сами раздавали народу, они были свидетелями и соучастниками этого чуда. Казалось бы, сердца должны смягчиться, сердца должны быть потрясены. От умиления сердца должны люди буквально гореть любовью к Богу, и буквально слезы должны буквально в смысле течь, и говорить, и мыслить можно только об этом. Вот они видят Спасителя, идущего по воде. Сначала вскричали, но когда услышали его голос, ободритесь, я не бойтесь, он вошел к ним, и вдруг утихает ветер. То есть еще одно явное событие, свидетельствующее о божественной, сверхъестественной силе их Учителя, что он властвует над стихией, только он вошел в лодку, и мгновенно водворилась тишина. И почему святой евангелист Марк говорит, что не выразумелись чудом над хлебами? Неужели апостолы не выразумелись чудом? Потому что сердца их были окамененные. Что вот это за состояние окаменения сердца? В нашей жизни, дорогие друзья, тоже ведь такое бывает, когда наступает какое-то бедствие, какое-то испытание, и мы тут же как будто напрочь забываем о многочисленных благодеяниях Божьих лично в нашей жизни, которые предшествовали именно тому или иному событию. Вот наступила какая-то беда, болезнь, скорбь, искушение, и ты забываешь, что сколько подобных же ситуаций в твоей жизни было, и Господь ведь тебя хранил. Господь тебя сохранил и там-то, и там-то, и из той ситуации ты вышел живым, и из этой ситуации ты вышел без каких-то проблем. То есть Господь помогал тебе, может быть, на твою горячую молитву, на просьбу, молитву других, но Господь тебя хранил много-много раз. Почему же наступает какая-то беда, какое-то искушение, и наше сердце становится как бы окамененным? Сердце как будто закрыто, и вновь помолиться к Богу, и поблагодарить Его, или просто терпеливо ждать Его избавления мы уже не можем. У нас в сердце ропот, и вот подобно тому, как вот окаменевшие руки, да, и схолодевшие, буквально ничего невозможно взять, не способны ничего удержать, окаменевшие руки, так и сердце, не способны в такие моменты бывают на молитву, на благодарность Богу. Так нередко поступаем мы в жизни по отношению к Богу, который спасал нас во многих других ситуациях. И в отношении с людьми, обратите внимание, вот тот или иной человек мог сделать для нас много добра, много больших благодеяний, и вдруг он совершил какую-то ошибку или оплошность, или там дал какое-то обещание, и вот в какой-то момент не может это исполнить. И человек, который доселе был твоим благодетелем, и вдруг ты испытываешь к нему, вот это в состоянии окаменевого нечувствия, какой-то ропот, какой-то неприязнь, и эта неприязнь, ропот выражается в таких горьких упрёках. Допустим, дети могут упрекать своих родителей, хотя, в общем-то, если умом подумать, сколько родителей сделали тебе благодеяния, вдруг что-то они просто не смогли сделать. Но не до этого сколько делали тебе благодеяния. Почему же всё это как будто напрочь забывается, и один, допустим, недостаток, или, ну пусть даже дурной поступок человека, как бы в наших глазах перекрывает всё то, что доброе, что было доселе сделано нам. Вот это состояние как раз окамененного нечувствия. И для того, чтобы вот задуматься, от чего оно и как его можно врачевать, обратимся, дорогие мои, к посланию святого апостола Павла к Галатам. Очень важное место из 4 главы, с 8 по 21 стихи. Что говорит святой апостол Павел? «Но тогда, не знав Бога», он обращается к Галатам, то есть тогда, когда вы Бога не знали, вы служили Богам, которые в существе не Боги. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». То есть обращает внимание святой апостол на то, что, обращаясь к христианам галатийским, что вы, получив познание от Бога, как будто вновь возвращаетесь на вот эту исконную позицию, когда выходили к безгласным идолам. «Поэтому прошу вас, братья, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти и благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего плоти и не вознушались им, и приняли меня, как ангела Божия, как Иисуса Христа». То есть здесь он обращает внимание, святой апостол Павел, на то, что когда с живым сердцем, даже видя какое-то зло, какое-то нестроение, если ты продолжаешь с любовью, с упованием на Бога делать свое дело, то это и помогает твое сердце разогревать, чтобы оно помнило о предыдущих благоеяниях. «Как вы были блаженны, свидетельствуя вас, что если бы возможно было, вы истворили бы очи и отдали мне. И так неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Обращает внимание, вот духовный человек, в данном случае стоит апостол Павел, он, видя такое временное отношение, как бы охладение веры, окаменение сердца христиан, он, как мудрый человек, не упрекает их, обращает внимание на предыдущую их горячую веру, их любовь, их ревность, что они, видите, готовы были буквально очи свои исторнуть, чтобы помочь. Вот в этом как бы позиция духовного человека. Вспоминать то доброе, что было тебе сделано другим человеком. Если вдруг он совершил какую-то ошибку, какая-то оплошность, в чем-то тебя, скажем так, подвел, ну, вспомни, что доброе он когда-то тебе делал. И на это доброе акцентируй внимание, и пусть вот это доброе в твоей памяти будет. А на его ошибку, на его какую-то немощь, просто надо уметь закрывать глаза. И вот эти слова очень важные из святого апостола Павла. «Прошу вас, братья, будьте, как я, и в вере, и в жизни, и в любви». Вот давайте над этим задумаемся, дорогие друзья, потому что состояние окамененного нечувствия, если оно было, видите, у апостолов до дня Пятидесятницы, если оно было у христиан первые века. Стоит ли удивляться, что у нас такое есть состояние? Вдруг мы забываем во время какого-то испытания о многочисленных благодениях Божьих, которые были в нашей жизни. Вдруг человек нас в чем-то подвел, на которого мы, ну, скажем так, надеялись. И мы сразу начинаем забывать, что столько добра он до этого нам сделал. Надо понуждать себя, помнить то доброе, что было нам сделано. И уметь как-то с любовью, с мудростью переступать, вот буквально гасить искру неприязни, ропота, гасить искру в своем сердце, и переступая через вот эту временную какую-то неприятность, продолжать любить, верить, надеяться, исполнять заповеди Божии. Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok